Если нужно срочно добраться до села Зардалы, то делать это нужно лучше в дневное время суток. Ночью небезопасно, хотя бы потому, что есть большая вероятность сорваться с пропасти с узкой тропы. Несмотря на то, что общая длина просеки всего 12 километров, даже летом преодолеть ее задача не из простых. С наступлением же зимы и подавно пройти по узкой дороге и без проводника невозможно. Вот и приходится зардалинцам время от времени заниматься расчисткой дорог, дабы миновать опасность изоляции села от внешнего мира. Вот так вот собираем дружину из ребят и вперед на расчистку тропы. Приходится нелегко, конечно, что делать. В условиях постоянного камнепада усиленно следим за чистотой дороги. Поскольку населенный пункт расположен высоко в горах и рельеф в этих местах достаточно сложный, то даже в советское время от районного центра до села не смогли протянуть линии электропередач без света и сотовой связи. Деревня, словно богом забытое место, предается забвению. Я здесь живу уже 18 лет без света, без сотовой связи. Да и то привыкла уже. Так и живем. Хорошо, что хоть школа есть в селе, чтобы дети могли постигать знания. Что касается самих сельчан, то такие условия их нисколько не пугают. Как раз наоборот, местное население привыкло жить в полной тишине от внешнего мира, жить в гармонии с природой. Сами видели, какие у нас тут дороги, условия. Конечно, можно было бы здесь и не жить, но зов предков не отпускает нас. В основном в селе старики и женщины, молодежь то в России, то в больших городах. А мы тут живем, поживаем. Только с наступлением весны, где-то в мае месяце, население села начинает оживать. Открывается единственная автомобильная дорога, соединяющая село с районным центром. И жизнь в населенном пункте начинает кипеть в новом положительном ключе.